Изучение монет У меня есть коллекция более 100 стран, начиная с Африки, заканчивая Азией, Америкой и Европой. Здесь очень много сетов, к примеру, Тринидад Антабаго, Куба, Ирак и очень много разных редких стран, которые, к примеру, во многих коллекциях нет. Но после этого я начал уже интересоваться более-менее древними монетами, историческими монетами, так как я сам тоже историк, закончил Хазарский университет и исторический факультет. Я бы хотел начать с банистики. Банистика – это предмет, который изучает банкноты, а нумизматика – это предмет, который изучает монеты, соответственно. Те, кто занимается нумизматикой, у них бывают очень разные темы, которые они выбирают, чтобы собирать. К примеру, можно собирать царскую Россию, фашистскую Германию отдельно, к примеру, также можно собирать просто иностранные страны-сеты, как бы все номиналы монет одной страны, к примеру, в форме сета собрать, и это тоже считается как бы коллекцией. Я бы хотел начать с царской России. Во время правления Николая I использовались монеты в двух видах. Один из самых редких видов считается монетой с масонским орлом. Это одна из самых древних банкнот в моей коллекции. Она относится к 1898 году. И эта банкнота номиналом в один рубль и была выпущена во время императора Николая II. В основном из-за того, что бумажные деньги выпускались в поздний период, поэтому их в моей коллекции не так много. В основном с самых древних времен пользовались люди монетами, так как они не портились, они не рвались, и здесь идет эквивалент золота или же серебра и меди. Параллельно с этой банкнотой также использовались и металлические монеты. Их я бы тоже хотел вам продемонстрировать. Это специальный альбом Николая II, где собраны все медные и серебряные монеты Николая II. Четверть копейки, полкопейки, одна копейка, две, три, пять. А также билоны, то есть здесь использовалось серебра не так много. Где-то пятьсотой пробы монеты, а также двадцать пятьдесят копейки и тот же самый рубль, о котором я вам хотел рассказать. Параллельно с банкнотой также использовался серебряный рубль. Вы его можете здесь увидеть. На нем изображение последнего царя династии Романовых Николая II. И это одна из самых интересных экспонатов моей коллекции. Одна из самых древних монет. Это сосаниды. Здесь правитель Хасрух II. Относится от 591 до 628 года. Что интересно, вот почему эта монета черная. Это то, что на ней чернота, это называется патина. Патина на монетах образуется из-за солнечного света или же хранения в темных местах. Самый крупный номинал среди банкнот на данный момент 500 рублей. Это самый крупный номинал банкнот Николая II. Но также у меня в коллекции имеются более крупные номиналы, относящиеся к советскому периоду и к другим странам. Саммит также продемонстрировал марки «Деньги» со времен Российской империи. Это особый вид непочтовых марок – суррогаты денежного обращения, обращения, выполняющие функции разменной монеты в связи с ее недостатком. На эти деньги можно было бы совершить покупки и можно было бы тратить их в течение одной недели, к примеру. Потому что в то время, несмотря на то, что номиналы слишком маленькие, но на эти деньги много чего можно было приобрести. Во время царской России, из-за того, что они в последний период не могли чеканить монеты из золота, серебря и меди, так как это драгоценный металл, они выпускали банкноты. Один и тот же номинал, к примеру, 5 копеек, выпускалось в двух видах – монетным и банкнотем. Параллельно монетам у меня также есть коллекция банкнот Николая II. Из этих банкнот у меня есть 500 рублей, которые относятся к 1912 году. Это одна из самых крупных банкнот в мире. Вы можете увидеть, на ней изображен Петр I, а также вы можете здесь увидеть, если более тщательно посмотреть, водный знак Петра I. Далее, после 500 рублей, идет банкнота номиналом в 100 рублей, которая относится к 1910 году. Здесь изображение Екатерины II. Это еще одна банкнота из сета Николая II, номиналом в 50 рублей. Вы здесь можете увидеть изображение Николая I. Что интересно, все банкноты Николая II, на них были изображены правители царской России, которые были до Николая II, тем самым он хотел показать почесть своим предшественникам. Они имели один и тот же номинал, и, соответственно, можно было одинаковое количество покупок сделать на эти деньги. А также одна из самых маленьких банкнот правления царской России Николая II, 5 копеек, которая альтернативно тоже имеется в медном эквиваленте. Здесь также вы можете увидеть монету Николая II, но эта монета не простая, она юбилейная. На ней изображен сам Николай II и первый правитель династии Романовых, Федор. Она была выпущена в честь трехсотлетия дома Романовых. Я бы хотел вам продемонстрировать коллекцию монет времен Вильгельма II. Это правитель Пруссии. У меня имеется 8 монет из его коллекции. И они относятся к началу 20 века. Как вы можете увидеть, они все из серебра. Также у меня есть монеты правления Третьего рейха, то есть Адольфа Гитлера. Как вы можете увидеть, на этих монетах есть символика свастики. А также, к примеру, вот на этой монете изображена кирха знаменитая, которая относится к истории Германии. Также у меня в коллекции имеются две монеты, которые относятся к Чехословакии. Они из серебра, и это единственные в мире монеты с изображением Иосифа Сталина. Я также собираю монеты, относящиеся к Азербайджану. Я бы хотел вам продемонстрировать монету Атабеков. Также они назывались Ильдегизми. Эти монеты относятся к 11-12 веку. Как вы можете увидеть, состояние этой монеты не такое хорошее, так как прошло 800 лет. Поэтому, как вы видите, на ней есть коррозия, а также многие надписи, которые были во время чеканки этой монеты, на ней заметить очень сложно. Также в коллекции имеются монеты времен Шаттадидев. Во время Шаттадидев, как вы видите, монеты резались от листов, к примеру, серебряных или же медных. Поэтому у них вот такие формы. Здесь вы можете увидеть монету времен правителя Музафарадин Шах Каджара. Это азербайджанская династия Каджаров, символ Шурихуршит, который очень знаменитый считается в мире. Здесь вы можете увидеть монету номиналом 50 монат, которая была выпущена в 1996 году. Здесь одна унция серебра и изображение нашего поэта Физули. Но мизматика и банистика – это не только хобби, но и целая наука, которая включает в себя изучение истории и переносит нас в прошлое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова